Бирюзовая гладь и белая берега. С вершины хребта на озеро открывается завораживающий вид. Неподалеку можно встретить местных обитателей, лошадей и многочисленные косяки птиц. Вода здесь соленая, но это ничуть не мешает краснокнижным пернатым. Мы находимся на территории участка Камазякская степь с озером Улухколь в заповедниках Акаски. Озеро Улухколь является уникальной с точки зрения орнитологической фауны. Это озеро внесено в перспективный список Карамсанской конвенции. В пути в дни миграции здесь собирается иногда до тысячи особей различных видов птиц. Улухколь служит перевалочным пунктом в период с мая по июнь и с августа по сентябрь. Сюда летят самые редкие птицы – куликшилоклювка, тундриной лебедь, сапсаны. И это далеко не полный перечень. На озере Улухколь задерживали и нарушителей – охотников за соколом-балабаном. Браконьеры ловили птенцов, затем переправляли в Арабские Эмираты. Цена на такую охотничью птичку достигает до нескольких десятков тысяч евро. На настоящий момент времени это пока не сезон, пока браконьеров еще госинспектора не встречали ни на территории сопредельной, ни на территории заезда в заповедник. Тем более, период, когда начинают охотиться на данную птицу, то есть на птенцов, точнее, на вылов птенцов этой птицы, это ближе к августу. Есть и другая особенность – целебная грязь, черная и голубая. Она-то и притягивает народ со всех уголков Хакасии Красноярского края, лечат суставы. Ну, мажемся, что, надеемся, что сероводородом пахнет, что люди приезжают, хвалят, что очень лечебное даже, также для суставов. Водичка у нас тут тепленькая, плаваем тут хорошо, водичка держит, не тонем, соленая вода. Ну, я считаю, что для суставов, что суставы, чтобы гнулись хорошо наши. Озеро Улук-Коль знаменито не только своей краснокнижной флорой и фауной, но и целебной грязью. Телекомпания РТС тоже решила проверить чудодейственные свойства. А еще благодаря высокой концентрации соли здесь можно получить настоящий черноморский загар. Пока молва об этом озере не дошла до широкой публики. С одной стороны, это территория заповедника Хакасии, с другой – свободная для посещения зона. Когда погода порадует теплом, обязательно собирайтесь в путь. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС.